я жил два года в амстердаме и вы понимаете что сам амстердам это город велосипедистов и парковка там дорогое удовольствие поэтому как делают амстердамцы они оставляют свое авто за пределами амстердама поэтому я вам предлагаю вот этот вот для ориентира возьмите боттель вбивайте в поисковик боттель он вам дает адрес это плавучий отель 67 евро примерно стоит там переночевать двоим человеком и вот он уже но лет 15 стоит здесь здесь еще раньше стояла подводная лодка сейчас я куда-то увезли так вот вбиваем в google боттель он вам выдает адрес и вы вот в этой части запаркуетесь если вы уж побаиваетесь дата 8 евро парковка стоит в сутки а 80 в амстердаме для сравнения я не плачу я просто ставлю машину приходит вот такая штучка раздолбайка это паромчик и он бесплатен и на бесплатном пароме отсюда мы отправляемся в амстердам таким образом вот мы за парковку не платим плюс какой мы еще извлекаем плюс мы с детьми покатаемся на корабле то есть на корабликах по амстердаму мы ездить не будем у нас большая семья мы загружаемся сюда туда плывем бесплатно назад плывем бесплатно дети вот накатаются под парковка бесплатно одни плюсы вот с такого позитива мы начинаем путешествие моими глазами про амстердам обычное горожане никогда не спеша потому что он примерно 25-35 минут приходит и что-то до 12 ночи он сто процентов всех возит бесплатно и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, ребятушки, вот она теперь самая большая парковка велосипедов в мире 3200 велосипедов всего лишь Прямо у станции Амстердам Напомню, что мы оставляем машину где-то за городом Приходим сюда, берем свой велосипед и уезжаем Расскажу историю, мы работали в Амстердаме и уезжали в Латвию И я на 3-4 месяца оставлял велосипед здесь Никаких проблем не было Поэтому, ребят, начало капать Ищите, куда забежать Есть на халяву дегустация сыра И она находится, если парковка велосипеда прямо за вами Альберт Хаим для ориентира магазинчик И прямо ныряем Сейчас на халяву перекусим, больше чем уверен Заведение этому 10 лет назад я уже там его дегустировал Надеюсь, оно не закрыто по сей день Сейчас проверим Десять лет назад я снимал видеоблог А когда я впервые оказался в Амстернаме И здесь была девчоночка, которая предлагает дегустацию сыра И она все 10 лет с тех пор, когда я снимал До сих пор стоит на этом же самом месте Она просто просит не снимать лица А уважительно относиться к другим И можно снимать только сыр Поэтому я поступлю правильно Не буду снимать лица Но ее сейчас порадуют тем, что у меня был блог Десятилетней давности, где она оказалась в моем блоге А сейчас просто посмотрим, что здесь есть Значит, смотрите, здесь есть такие подарочные наборы Чем он интересен, тем, что здесь есть уже готовый сыр Специальная нарезочка И это место с историей Ну все, что здесь есть, безумно вкусно Ничего подобного вы нигде не увидите Поверьте, я объездил в многие страны И то, что здесь, это реально кайф Давайте небольшой обзор Вместе 10 или 12-19 лет, по-моему, стояла именно эта же мадам Представляете? И занимаемся именно тем же делом Вот это действительно история Вот это действительно круто Поэтому те сыры, которые предлагают вам здесь Вы не попробуйте нигде Это действительно не туристический аттракцион А это действительно безумно вкусно И сделано высокопрофессионально То есть на каждый сыр есть определенная горчичка На каждый сыр есть Многое еще раз проговорим Значит, смотрите Если я сам первый раз здесь был 12 лет назад И 12 лет назад все было ровно то же самое И здесь прикол в чем То, что когда ты покупаешь этот сыр Каждый кусочек этого сыра Это реальная история И к нему настолько любовно относятся У каждого кусочка Есть настолько любовная история Что к этому куску сыра Уже подобрали определенное пиво К этому кусочку сыра Уже подобрали определенную приправу К этому кусочку сыра Есть определенная нарезка И каждый сыр уже десятилетиями выдержан Настолько все четко продумано И люди, которые здесь занимаются этим Это не просто какие-то продавцы за какие-то деньги. 12 лет назад эта девушка стояла, продавала мне здесь сыр. 12 лет назад прошло, я ей показал видео, что я покупал определенную марку сыра, и мне повторили этот определенный вкус, и я как будто бы обратно вернулся 12 лет назад в Амстердам. Когда ты гуляешь по Амстердаму, ты какой-то историей нахватываешься, понимаешь? И потом, когда ты получаешь этот вкус, ты возвращаешься опять в эту же самую историю. Вот в этом преимущество этих сыров. И, ну, дорого это понятие относительно. Я бы сказал, что это недорого. Кстати, здесь запрещена видеосъемка не потому, что нельзя снимать сыры, а нельзя, чтобы люди попадали в кадр. То есть здесь заботиться о своем клиенте настолько, что здесь каждый шаг проверен. И прежде чем тебе продадут вот этот сыр, продегустируешь его с пивом, с горчичкой, в вариациях, и когда ты поймешь, что это именно твоя марка, вот тогда ты будешь приверженен с этой маркой, будешь возвращаться сюда спустя десятилетия, и это будет часть твоей культуры и часть твоей истории. Вот такой вот Амстердам. Перекусить в Макдональдс мы не хотим, поэтому заскочим сюда. Да, здесь есть шоколадки, кексики, хлебушек, ну, все здесь есть. Значит, смотрите, для тех, кто, например, не курит, можно чупа-чупс, или можно, например, чайку, можно кексик. А вот тот самый известный кексик, 8 евро он стоит. Есть конфетки за 14 евро, есть чай 10 евро упаковочка. Что еще? А, за 9 евро можно целую пачку чупа-чупсов, и один кекс 10 евро. Смотрите, есть хлебушек. Кстати, вот хлебушек вкусный, 24 евро, зараза, но вообще красава. Сосальные конфетки за 20 евро есть. Есть, кстати, энергетические напитки. А что я вам разговариваю? Здесь есть вообще все. Я, например, человек не курящий, но я в Амстердаме. Надо что-то попробовать, правда же? Здесь специальный магазин для грибников, потому что они тоже очень любят, ну, как мы, ходить в лес, собирать грибочки. И здесь тем, кто не успел собрать грибы, можно прийти, как бы, ну, спокойненько взять грибов. На самом деле, это шутка, я потом правду расскажу чуть-чуть по-другому. Вот, ну, а сейчас пока как-то так. Смотрите, чем интересен, опять же, Амстердам. Десять лет назад я здесь жил, и два года я ходил вот в эту китайскую лавку кушать. Прошло 10 лет, на том же самом месте стоит тот же самый человек, делает ту же самую еду и делает тот же самый вкус. Очень интересен Амстердам, потому что здесь в основном, вот каждая эта лавочка, она может быть невзрачной. То есть ты никогда не поверишь, что вот это передается по наследству. От отца к сыну, от сына к внуку и так далее. Десять лет ничего не изменилось. Я захожу в одни и те же лавки, покупаю один и тот же товар, кушаю в одном и том же ресторане, курю одну и ту же траву, пью одно и то же пиво, и люди за прилавком не меняются. Вот в этом Амстердам. Двадцать или десять лет назад меня кормил каждый день. Я сюда пришел, он меня узнал. Прикольно, да, история? Здесь курицы. Смотрите, десять лет прошло, когда последний раз я обедал здесь, но мы ходили здесь часто обедать, все свои бригады, мы занимались здесь реставрацией этих зданий, и меня узнал чувачок. То есть можешь себе представить, что хозяин этого заведения уже, ну, сколько тут, двадцать или тридцать лет стоит, но десять лет я не ходил сюда кушать. И тут я захожу, и у меня узнает, аж до слез. И у него, и у меня, и блин, как это работает. У него в день, что ты понимал, там, десять тысяч человек проходки. За десять лет это вообще миллион людей. Но он узнал, блин, это как бальзам на душе. Аж до слез. Фонарей, но нас здесь интересует только архитектура. И я хочу тебе задать вопрос, как получается, что вот это здание, оно идеальное? Вот посмотри, она просто идеальна. И на этой же улице здание, которое строили, в это же самое время, они кривые. Вот если ты посмотришь на это здание, то завал здания, вот примерно, примерно сюда, пятьдесят сантиметров. Как это происходит? Есть версия, что вот эти вот здания, вот эти вот здания, они в сваи, в основание, вбивали сваи, и эти сваи были сибирской лиственницей. А вот у этих кривых, это сосна, орегон. И сечением ряда лет, лиственница становится только прочнее, орегон, сосны не очень. Но это версия для туристов. Но я, когда здесь жил два года, я говорил со старыми строителей, они мне объяснили, почему бывают такие дома, и бывают такие. Они говорят, строители делятся на две категории. Тогда, в 15 веке, было все то же самое. Были строители пидорасы, они строили вот так вот, и были профессионалы. Века проходят. И вот эта истина, она до сих пор из того момента пришла к нам. Если у вас строители пидорасы, то вы получаете вот такие эксклюзивные дома. А если у вас строители нормальные, ну, получаете просто нормальные, отличные здания. И то, и другое, в принципе, неплохо. И то, и другое является достопримечательным. Режимся дальше по улице, и вот здесь нижний квартал красных фонарей. Нижний квартал красных фонарей, он рекомендован для посещения днем. Почему? Потому что днем здесь никто не работает. И сюда можно заходить. В принципе, они начинают только вечером работать. Вот так он выглядит. Посмотрите. Видите эти красные фонарики? Ну, чем это место интересно? Смотрите. Вот за моей спиной находится офис Путан. То есть девочка, приходя сюда, должна показать анализы, что с ней все в порядке, и должна зарегистрироваться в этом офисе. Дальше. Она заходит вот в это помещение, и стоимость посещения, дай бог памяти, в районе 70 евро. Не более 10 клиентов, это 800 евро. Это закон. Вот. Ровно 50 уходит на налоги и оплату помещения. Вторая половина это уходит ей как зарплата, но с этой части у нее идет пенсионные отчисления и в профсоюз. Профсоюз защищает ее права. Вот так эта штука работает. Но интереснее другое всего. Интереснее всего то, что здесь модель работы. Она происходит следующим образом. Дело в том, что в этих помещениях не стоят местные граждане. Для понимания это придумали идеальную схему, когда вот здесь стоят, например, жители Румынии, а услугами их пользуются, например, жители Лондона, Англии. А налоги и денежные средства остаются здесь. Это просто гениальная схема. Как эту гениальную схему провернуть? Очень просто. Смотрите. Мы говорим, что разницу получит не государство, а нашим пенсионерам. И выдвигаем этот вопрос на референдум. И все пенсионеры проголосуют за идеальную модель, которая работает веками. Но секс-туризм, он притягивает много туристов. И от этого развиваются дополнительные отели, кафе, рестораны. Ну, в целом страна. Вот такая незатейливая интересная схема. На каналах кормильца. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, например, на работу или с друзьями, что мы делаем? Берем поисковой магнит, кидаем в канал, вытаскиваем себе велосипед, чистим, моем его, обязательно его разукрашиваем каким-нибудь вот таким вот видом. Почему они такие яркие? Для того, чтобы их можно было найти. И спокойно ездишь. Для чего тебе его покупать? Можешь кошкой, можешь магнитом, чем угодно. В улицах. Чтобы понимали, вот я, например, вот в этом доме жил. И что у нас получалось? У меня с левой стороны мой сосед был кинорежиссер. С правой стороны был известный фотограф. Напротив, известный художник. И вот скопление вот такого бомонда, оно просто настолько велико, что люди, которые сидят здесь, немножко курят траву, с ними что-то происходит, какая-то модернизация. И они, общаясь между собой, ну, чего только не устраивают. Вот тот самый дом, который я отреставрировал и в котором я жил потом. Ни на сколько. Закончил я работу. Пять вечера. Я просто иду с работы. Они не занавешивают свои окна. Они открыты на все 100%. И я мог подойти просто к окну, к любому, и посмотреть, как они живут. То есть я просто стоял и любовался. Потому что уровень окон, ну, вообще-то я покажу, где со мной случались приключения. Осторожный велосипед. Например, вот смотри. Вот так живут они. Я просто стою и смотрю в это окно. И сам владелец этого дома, увидев, что мне это интересно, очень часто открывал дверь и приглашал меня попить чай. Вообще незнакомого человека. И вот этим было интересно. Тем, что в пять вечера ты заканчиваешь свой рабочий день. Или если ты турист, ты закончил все свои дела, ты пришел в пять вечера и просто спокойно, незатейливо гуляя по улице, тебя вот так просто могут пригласить в дом на поед чаем с тобой, переговорить обо всем, о чем угодно. Здесь такое ощущение идиллии. Здесь все такое неспешное, покойное. Я вам говорил, была проведена реконструкция вот этой части. Видите, здесь нету столбиков. Вот отсюда было своровано четыре столбика, два из которых у меня находится сейчас дома. Это было вот с этого места. Для ориентира это легендарная амнезия. Амнезия – это легендарный кофешоп. Вот этот дом принадлежит арабскому шейху. Арабский шейх взял этот дом, купил, а потом удался в бега. И долгое время этот дом не был никем заселен. У меня дома висит люстра вот со второго этажа этого дома. Это старинная фламандская люстра, которая у нас, которая висит в коридоре вот с этого второго этажа. Я была в следующем. Человек не платил налоги и эмигрировал к себе в Эмираты. И этот дом долгое время стоял пустым. И в этот дом вселились такие сквоттеры. Сквоттеры – это люди, которые видят, что дом пустует, он не заселен. И они сюда заселились. И здесь было какое-то время комьюнити сквоттеров, которое было из белорусов, из англичан, из русскоязычных, там, из Питера, из Москвы и так далее. И их примерно два года никто отсюда не мог выгнать. Вот такая интересная история у этого дома. Гендарные кофешопы. Один из них – это амнезия, другой – бульдог. И этот амнезий находится здесь. Следующий очень интересный момент. Вот два дома я занимался здесь реставрацией. Первого дома и вот того второго. Наверху мы видим Будда. Этот самый Будда сидит уже здесь 12 лет. Интересно что? То, что он из Папье-Маше, но, как я говорил ранее, он обработан этими самыми лаками, купленными здесь. То есть здесь мы купили лак, обработали бумажного Будду и 12 лет он здесь сидит. Вуаля! Представляете, насколько велико здесь качество строительного материала, про которое я вам с вами рассказываю. И вот за 12 лет мы как сделали ремонт, так все стоит в идеальном состоянии. Это о чем говорит? О том, что качество местного материала достаточно высокое. На этой улице я делал реставрацию вот этого черного дома и вот этого кирпичного дома, где стоит Будда. Это была очень уникальная история. Практически год мы отдали на реконструкцию этого дома. Домик справа, домик пожарного. Здесь живет великолепная просто семья. Они усыновили девочку из Китая и просто кайфуют настолько, что вот они, два голландца, решили посвятить жизнь этой девочке. И чтобы ей было комфортно, они воткнули туда китайского льва и все оформили в китайском стиле, чтобы девочка, которую они усыновили, удочерили, чувствовала себя так, как будто бы она живет в Китае. Тем, что я делал тут реконструкцию в трех домах. Смотри. Вот этот первый дом. Видишь, черный? Мы делали ремонт здесь. Вот этот красный. Мы делали здесь полную глобальную реконструкцию. И вот тот черный. Мы там делали частично косметический ремонт с заменой окон. Это все у меня есть на видео. Но о чем хотелось бы поговорить? О строительных материалах. Мы все строительные материалы покупали здесь, в Амстердаме. И когда ты гуляешь по Амстердаму, пожалуйста, обрати внимание вот на эти вещи. Вот я тебе их сейчас покажу. Видишь? Качество краски. Я гарантирую тебе, что это стоит лет 20-30. Посмотри, пожалуйста, на эту дверь. Качество краски. Вот это стоит 20-30 лет. И с этим ничего не происходит. Вот здесь на фасаде В свое время я посадил бумажного Буду из Папье-Маше. Но мы его обработали местными региональными лаками. Материалы, лаки, краски, они запатентованы, они являются региональными. И они, в принципе, не выходят за рамки Нидерландов. То есть официально их купить нельзя. Их можно приехать купить за наличку и украсть, вывезти из страны. Но качество отделочного материала настолько высоко, что бумажного Буду мы просто обделали лаками 12 лет под дождем. Мороз здесь тоже есть. Каналы замерзают. Он сидит, ничего с ним не происходит. Ты можешь себе представить? И вот ничего подобного на рынке строительных материалов нету в наших странах. Я имею в виду страны бывшего советского страны. Самый маленький дом в Амстердаме. Если честно, то самый маленький дом в Амстердаме это 90 сантиметров, но это был фейк для занесения в Книгу рекордов Бинуса. А этот дом, но поскольку я два года жил в Амстердаме, я знаю, что я говорю, вот этот дом, он реально был, всегда жил в полой и всегда им оставался. Вот так он выглядит. Это Динкерс Рад. 166 номер. Вот так выглядит дом. Мульти-Татули, это, грубо говоря, их местный Пушкин, чтобы вы понимали, почему памятник стоит здесь. Он на Динкерс Рад, по-моему, 200 номер. Там есть дом-музей его, никогда в нем не был, но, тем не менее, вроде как интересно создаться примечательниц. Что мне нравится здесь, то, что ровно от мульти-Татули идет Королевская площадь Дам, и вот там в конце известный художник Харри Ван Гессен. Харри Ван Гессен известен тем, что он как голландец, экспрессионист, современный художник выставлен сейчас в Эрмитаже, в Питере. Так вот, у меня есть видео, где замечательный художник раздевается до гола, членом эгеминиталями рисует такие умопомрачительные картины, которые стоят там сотни тысяч евро. Если он сейчас будет дома, обязательно к нему зайдем, и, ну, можно сказать, что мы прямо лично знакомы. Вот там он находится, Харри Ван Гессен галерея. В чем уникальность вот этого обувного бренда? Уникальность его в том, что когда человек идет сюда и смотрит в витрину, то раньше здесь всегда был выключен свет. Видите там внутри, как говорят огоньки? То есть ты заходишь в магазин, в котором полная темнота. И в полной темноте ты видишь ниши, в которых продаются обувь. И ощущение такое, как будто бы у них распродажи, они переезжают. Но на самом деле это обманка. Ты никогда в жизни не видел магазина с интересной обувью, в котором полностью выключен свет, и ты должен мерить эту обувь. Чем интересно площадь, да, вот этим знаменитым фалосом? Вот этот вот здоровый фалос, это, знаете, как статуя свободы в Нью-Йорке или Эфелева башня в Париже, ну что-то в этом роде. Так вот, лет так восемь, если не ошибаюсь, назад мне довелось увидеть это здание. Его реставрировали. Я был уверен, что его отреставрируют. И чтобы быть до конца честным, видите, вот этот верхний треугольничек, вот он верхний треугольничек. Он нежно белого цвета. И вот это все здание, оно всегда должно было быть белым. Собрался консилиум, симпозиум разных там профессоров архитектуры. И они решили, что они вот этот белый треугольничек вылежут с современной реставрацией и посмотрят, что с этим произойдет спустя годы. И так, прошло 10 лет, все это здание, как было черное, так черным и осталось. А этот белый, белый, белый вот этот вот треугольничек чуть-чуть потасклел. Так вот в чем мораль? Если каждый раз пескоструить вот эти здания, каждый раз, если мы их будем пескоструить, то наши, ну, внуки, возможно, не увидят вот этого былого величества, потому что мы будем снимать слои. А тут рельефы, балерьефы, галерьефы, это очень важная история. Поэтому для эксперимента они сняли вот тот только этот треугольничек, чтобы посмотреть. И я думаю, что они были правы, потому что прошло 10 лет и этот белый треугольничек так же замысломленным стал. Пройдет еще 10 лет, и он сравняется с этим зданием. Так вот, если каждые 20 лет его пескоструить, от здания ничего не останется. Нужно ли зданию придавать тот вид, в котором оно было, или его сохранять аутентичность, это вечный вопрос. Он всегда будет иметь две точки зрения любых архитекторов. Но, как по моему мнению, мир не стоит на месте, и уже пришла лазерная очистка в наш мир. И вот технология лазерной очистки сейчас, например, применяется, дай Бог памяти, в Кёльнском соборе. Нет, вру! Или не вру, да? По-моему, это Кёльнский собор. Реймский собор. Реймский собор. Там происходят эксперименты, и важные заключения, которые будут сделаны там, если лазерная очистка будет работать, во-первых, эта компания заработает большие деньги, во-вторых, по всему миру будут вернуты зданию их исторические фасады, как они должны были быть. Но когда я был на реставрации Реймского собора, честно говоря, я в этом вижу большой элемент аферы. То есть, ребята раздувают бюджеты за лазерной очисткой фасады происходит обычная банальная пескоструйка. Это мое субъективное мнение и, возможно, ошибочное. Но, тем не менее, это прогулки с Владимиром Волошиным по Амстердаму. Доглас, если кому интересно, то здесь своя интересная фишка. Вот здесь трансвеститы. Ну, я ничего, я просто говорю фат, что вот в этом магазине работают трансы. Ну, может, кому-то интересно такой имидж для продаж. Я сначала не понял, что это не девчонки. Интересно, что Амстердам? Ну, как то место, где нету проституток и нету наркотиков. Всегда говорил и буду говорить, потому что я жил здесь два года и я к этому отношусь не как турист, а как человек, который знает, что говорит. Помните, буквально недавно я вам показывал магазинчик с концептом, где обувь покупают в полной темноте. Магазин Дуглас не получается там снять видео, но тем не менее он есть на этой торговой улице. Фишка магазина в том, что этот магазин обслуживает трансвеститы. То есть весь персонал этого магазина трансы. Понимаете? А там, как правило, крутая, дорогая женская косметика и женские аксессуары. И это делают все трансы. Ощущения очень необычные. То есть я зашел в магазин смотрю мега симпатичные девчонки. И пока они не начинают говорить, ты по голосу понимаешь, что это вовсе не девчонки. Это очень интересное ощущение внутри. Следующий момент. Магазин переполнен. Количество зевак, просто людей, покупателей, большое количество. Рядом магазин, он пустой. Но поставь персонал обслуживания трансов, трансвеститов, и магазин переполнен. фишка работает. Прикол в том, что Амстердам разный. И каждый раз, когда ты гуляешь по Амстердаму, ты его видишь абсолютно разным. И для этого не надо переходить на соседнюю улицу. Из магазина в магазин концепты между собой соревнуются. С одной стороны, вы понимаете, что это большая торговая улица. Здесь народ просто киши 24 на 7. Это с одной стороны. А с другой стороны, конкуренцию никто не отменял. И на улице есть несколько сырных магазинов. И каждый из них должен делать какую-то фишку. Есть несколько магазинов с косметикой. И каждый должен делать какую-то фишку. Но, как мне кажется, этим Амстердам интересен. И тебе не надо переходить с улицы на улицу. Ты просто идешь по улице и получаешь разные эмоции. Почему? Любая покупка это эмоции. Любой концерт этого магазина. Ну, честно говоря, он простой. Просто в куче. И хорошая фишка, что опять же халява. Какой он вкусный сыр. Вы заметили, какой он вкусный? Офигенный сыр. Да. Козий сыр? Я думал, что я не люблю козий сыр. Но, по-моему, он бы меня и свое мнение. Видите уклон этого магазина? Это сыр к вину. Они в основном себя позиционируют так, как хорошее вино с хорошим сыром. предыдущий сырный магазин совершенно другая история. Совершенно другой концепт. Здесь мы все берем вино и сыры, которые к вину. Если там были сыры, которые к пиву, горчички, всякие разнообразные штучки, то здесь мы не рассматриваем других концептов, кроме как сыр нужен для того, чтобы заедать хорошее вино. Это другой подход? Согласен. И другой магазин. Сейчас пойдем в другой магазин и получим другой подход. Но от этого мы еще получаем, помимо всего, отличную дегустацию. То есть здесь нам не предлагают никаких горчичек. Помните, как в предыдущем? Три вида горчички, еще что-то. Тебе понравилось здесь? Это козий сыр. Ты любишь козу? Все правильно. Главное, чтобы на халяву. Итак, здесь другая фишка. Причем здесь на выходе вам могут подарить, например, зонтик в случае дождя. Согласитесь, что это очень мило. Опять же, ты прошел буквально два магазина и получил массу эмоций. Я когда жил в Амстердаме, да, заканчивался рабочий день, ты с работы уставший, я строитель. Работа тяжелая строитель. Но мы жили в центре Амстердама, мы работали в центре Амстердама. И ты выходишь с работы, дойдя два часа до дома, с тобой что-то произойдет. Это что-то будет высокая эмоция и обязательно позитивная эмоция. Оно снимает усталость, и ты домой приходишь реально отдохнувшим. Смотри, я просто иду, просто давайте сюда сядем сейчас и выпьем чашечку кофе. Это такой релакс, и ты здесь встретишь случайного человека, который случайно изменит твое мирозрение, твое мироощущение, которое изменит тебя. Если ты в глубокой депрессии, если тебе жизнь задолбала, приезжай в Амстердам не туристом, приезжай сюда прожить, ну хотя бы на месяц. Добрый совет у Владимира. Я каждый раз с удовольствием повторяю, два года я жил в Амстердаме, и вот примерно месяца три я отжил вот в барже на канале. Совершенно другие эмоции. И меня радует то, что я жил не всегда в самом центре Амстердама. Я пожил и на окраине, и в частном доме, и на барже, и на яхте. И вот прям у меня специфика работы такая, что я занимаюсь реконструкцией, реставрацией зданий. И в зависимости от того, где находится вот это вот здание, вот в этих моментах мне и доводилась, так скажем, работа. Шея Кола. И так, как я и говорил, ничего в Амстердаме не надо, просто выйди на улицу. Мы вышли на улицу, но я вижу, как на крыше кто-то качается на качелях. Я миллион чего видел, что сломало мой мозг, заставил ее умереть и родиться новым. Мне бесплатно подарили колу. Просто бесплатно подарили колу. В обед меня бесплатно подарили сэндвич. В течение дня дегустации сырных, ты видел, сколько мы делали? Мы просто сыты. Ты можешь в Амстердаме не тратиться на еду. Просто целый день не тратиться на еду, ты при этом будешь сыт, и ты будешь есть нечто. Пока попало, ты будешь есть деликатесы в этом весь Амстердам. Понимаешь? Сейчас я бесплатно пойду на паром и отправлюсь к своей машине на бесплатную парковку. Друзья, всем добра и позитива. С вами Владимир Волошин. И сегодня мы рассмотрим семейное путешествие по Европе. Мы проедем несколько столиц Европы, самые злачные места. Путешествие рассчитано на детские эмоции. Это низкобюджетное путешествие. Пожалуй, самое дешевое путешествие, которое только себе можете позволить. Мы посетим Париж, Бельгию, Амстердам, Брюги, Монс и парочку секретных мест. Разумеется, цель нашего путешествия, чтобы наши детки своими глазами видели Европу, а не по телевизору, чтобы пропаганда на них практически никак не влияла. Посетим парки аттракционов, зоопарки и самые-самые топовые места. Для чего делают взрослые? Конечно же, отдохнуть от суеты, для чего мы берем своих детей в дорогу, чтобы они видели ту прекрасную Европу, после посещения которой бесполезна любая пропаганда. Низкобюджетное путешествие с Владимиром Волошиным. Итак, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok